Здравствуйте, это Актуальное интервью. Я Татьяна Черемкина. В студии начальника отдела защиты прав потребителей Управления Роспотребнадзора по Республике Саха-Якутия Елена Николаевна Лихоманова. Здравствуйте, Елена Николаевна. Здравствуйте. Ну вот завтра, 15 марта, общественность отметит Всемирный день прав потребителей. Вот скажите, пожалуйста, для чего был учрежден этот день, как давно он отмечается? Ну, Всемирный день прав потребителей отмечается уже с 1994 года. Начал отмечаться он под эгидой Организации Объединенных Наций. И ежегодно Международная Федерация Объединения Потребителей предлагает тематику проведения данного Всемирного дня. В этом году была предложена тематика защиты прав потребителей по дистанционной торговле. Официально называется «Потребительские права в цифровую эпоху». Ну, чтобы было яснее, это интернет-магазины. Это интернет-магазины, это телерадиомагазины. И также сюда подпадает по дистанционной торговле, если приобретается по буклетам, по книжкам. Это действительно очень актуальная тема, потому что вот сейчас все больше покупателей уходят как раз вот туда, в интернет-магазины. И в связи с этим тогда вот что вы посоветуете, как выбрать интернет-магазин? Ну, прежде чем сделать покупку через интернет-магазин или телемагазин, да, нужно, конечно, удостовериться о том, чтобы этот сайт, где вы приобретаете, уже осуществлял свою деятельность в какой-то период времени, да. Необходимо почитать о нем отзывы, чтобы не наткнуться на мошенника. Если вы определились с сайтом, то уже нужно изучить информацию, которая на нем размещена, потому что они должны предоставить информацию, что это за магазин, какое юридическое лицо, в каком городе он находится. Чтобы были контактные телефоны, по которым можно связаться, да, чтобы там были потребителю разъяснены все права на тот случай, если ему придется обменивать или возвращать товар. Тем более, допустим, если приобретать покупку вот на территории нашей республики, что у нас является отдаленностью, да, в основном от основных таких интернет-продавцов. И при возврате обмене товаров будет время потрачено, не дай бог будут убытки, поэтому нужно подходить с полной серьезностью к этому сайту и изучать его от и до, изучать отзывы, не делать скоропалительных покупок. Да, Елена Николаевна, а как часто можно наткнуться вот как раз на мошенников в интернет-торговле? Ну, такую статистику я сказать не могу, насколько часто, но случаи такие бывают. В таких случаях они, минуя нашу организацию, обращаются в правоохранительные органы. Поэтому такую статистику мы как бы не знаем. Ну, что должен знать тогда покупатель, да, если он уже вот, ну, понял, что он наткнулся на недобросовестных продавцов, на мошенников, да, прямо скажем, каковы должны быть его действия? Нужно уточнить сначала, у кого он приобрел. Если на сайте, либо в какой-то другой доступной информации нет совершенно, он не может получить информацию, у кого он приобрел, потому что бывает, что он приобретает и у физического лица, что на сайте указан один адрес по квитанции, получается другой, то здесь действительно можно подразумевать мошеннические действия. И здесь потребителю нужно обращаться в правоохранительные органы. А часто очень случается, что вот интернет-магазин, ну, вот выясняется уже, конечно, позже, он имеет, ну, плохую, скажем, репутацию, негативные отзывы приобретать покупателей, да, и тем не менее продолжает существовать. Вот, ну, это действительно так бывает, и что с этим тогда? Ну, если у потребителя возникают какие-то проблемы с продавцом, если все-таки там есть продавец, есть информация о нем, да, какие-то проблемы возникают, ему нужно письменно обращаться с заявлением, направлять на юридические адреса этого сайта и ждать ответ. Если уже ответ не получен и претензии его не удовлетворены, то необходимо обращаться в судебные органы за защитой своих прав. И потребители по таким материалам имеют право обращаться не по месту нахождения магазина сайта, а по месту жительства. То есть если заказали из города Якутска, допустим, из Москвы, главное соблюсти претензионный порядок и уже со всеми письмами готовить исковое заявление. Ну, конечно же, эти случаи в республике были, и как они в конечном итоге разрешились вообще, как найти управу вообще вот на этих мошенников? Были ли им возвращены денежные средства, или какие действия были произведены вот с этими людьми? Ну, всегда суд встает на сторону потребителя, покупателя, да, потому что до суда доходят именно пострадавшие потребители. Если, конечно, есть продавец, а если продавца нет, то там только разбираются в правоохранительном уровне. Но закон о защите прав потребителей, он у нас такой очень серьезный, и он защищает права потребителей в большинстве случаев. Елена Николаевна, а какие законы вообще регулируют деятельность интернет-магазинов? Ну, это, опять же, наш закон о защите прав потребителей, в котором предусмотрена одна статья определенная при продаже товара дистанционным способом. А также есть постановление правительства Российской Федерации, оно 2007 года, оно так и называется, правило продажи товаров дистанционным способом. Нужно при покупке, при каких-то проблемах читать данные правила, там все расписано, на что имеет право потребитель, и что обязан предоставить ему продавец. Елена Николаевна, а как вернуть вообще вещи обратно в интернет-магазин, если она просто не подошла, не понравилась, может быть, она оказалась ненадлежащего качества? Это же действительно очень сложная процедура. Нет, процедура на самом деле не сложная, просто затратная по времени. Именно по дистанционной торговле предусмотрено, что до момента доставки товара потребителю он имеет право отказаться на любом этапе, не объясняя причин. Если он товар этот уже получил, у него есть 7 дней, чтобы вернуть этот товар. Опять же, причины и основания для возврата обмена не нужны. При том, что когда потребитель получает этот товар, уже на руки, да, пришла посылка, ему должна быть в письменном виде предоставлена информация, как можно вернуть этот товар. Сроки о том, что действительно в течение 7 дней вы имеете право вернуть, о том, что должен быть сохранен товарный вид, по какому адресу должен вернуть товар, режим работы этого адреса. Это вот все должно быть в письменном виде. Если с товаром данная информация о возврате и обмене товара не пришла, то у потребителя есть на обмен возврат 3 месяца. Поэтому сроки такие очень приличные. Просто надо все это соблюсти и все сделать в сроки вовремя. А несет ли потребитель какие-то финансовые затраты, должен ли он нести финансовые затраты в связи с возвратом или обменом вещи, приобретенные в интернет-магазине? Если он приобрел товар, который надлежащего качества, у него нет брака, он чистый, есть все чеки, то ему придется нести расходы по его обратной доставке, транспортной расходы. Почтовый, да, потому что он возвращает не по вине продавца. Если же он возвращает товар, который не надлежащего качества, где предусматривается вина продавца, тогда, конечно, он имеет право на возмещение всех сопутствующих убытков, в том числе и транспортные расходы. То есть здесь вот есть два варианта. Если товар некачественный, то он не несет, потому что нет его вины. А если он его просто обменивает или возвращает, то ему придется оплатить транспортные расходы на возврат товара. А как вы думаете, что бы вы посоветовали, какие товары, в общем, не стоит приобретать в интернет-магазинах? Какие можно безбоязненно приобретать, а какие, в общем-то, с опаской, зная о том, что могут возникнуть вообще большие проблемы? Ну, нужно серьезнее отнестись, я думаю, к товарам, приобретая технически сложные товары бытового назначения. Потому что бывают случаи, когда заказывают одни сотовые телефоны, а им приходит подделка или другое. Перед такими покупками нужно действительно смотреть отзывы, сайты более изучать подробно, звонить прямо на телефон, условия спрашивать. Есть у нас товары, по которым чаще всего возникают проблемы обмен-возврат, это размеры. Особенно, когда заказывают обувь и одежду, и идет размерный ряд нероссийский, бывают несовпадения, и при этом приходится время затрачивать. Ну, есть такие товары, которые вообще запрещено покупать дистанционно. Это, допустим, алкогольная продукция. Она или не продается, наверное, дистанционно? Дистанционная алкогольная продукция продается. Мы тоже в этом направлении работаем. Мы мониторим сайты, страницы в сети интернет. И при выявлении подаем в суд. Вот за 2016 год у нас было подано 10 исковых заявлений по дистанционной торговле. И 51 страница и сайт были судом признаны запрещены к распространению информации. И совместно работают в бюджетном управлении Борусского надзора. И вот эти имена вносятся в реестр доменных имен запрещенных. А запрещены они, наверное, по причине того, что очень легко вообще продать нелицензионный товар, да? Или по какой причине? Нет, именно по закону об обороте алкогольной продукции дистанционная продажа такой продукции просто запрещена. Так же, как лекарственных средств, чтобы продавать необходима лицензия. Так же не подлежат у нас дистанционные продажи ювелирные изделия дорогие. Ну и некоторые другие товары. Скажите, пожалуйста, а вот какие мероприятия в связи с Всемирным днем прав потребителей вы будете проводить? Или проводите вот в настоящем году? Бориспотребнадзор ежегодно проводит мероприятия ко Всемирному дню потребителей, да? В этом году мы в республике проводим целую декаду. Начинается она у нас с завтрашнего дня. Завтра у нас объявлен День открытых дверей. Мы ждем всех потребителей не только по дистанционной продаже товаров, по всем вопросам. У нас завтра в Дне открытых дверей будет участвовать еще представитель управления строительного и жилищного надзора, если будут вопросы по ЖКХ, у нас будут участвовать общественные организации по защите прав потребителей, тоже будут консультировать потребителей. Также этот День открытый пройдет не только в Якутске, но и во всех наших территориальных отделах. Тоже адреса можно узнать у нас на сайте, адреса, телефоны. Мы запланировали на эту неделю еще вот такие горячие линии по радио. У нас специалисты нашего отдела проведут лекции в учебных заведениях, в среднеспециальных, высших учебных заведениях, в Доме инвалидов, потому что люди очень сейчас активно пользуются вообще дистанционной продажей товаров. Да, даже по данным статистики, если за 15-й год там было повышение всего 7%, то за 16-й год оно в разы превышено. То есть постепенно все потребители уйдут туда? Да, потребители уходят в интернет-торговлю, и мало кто знает о своих правах. Поэтому мы хотим, начиная с учебных среднеспециальных заведений, школ, институтов и в Доме инвалидов, потому что у нас люди пенсионного возраста тоже пользуются, показать им слайды, рассказать об их правах. Вот такие вопросы. Елена Николаевна, действительно очень много мероприятий к Всемирному дню прав потребителей. А в любое другое время можно обратиться потребителям к вам, чтобы получить консультацию по тому или иному вопросу? Конечно, у нас работает общественная приемная в Роспотребнадзоре. У нас там понедельник, среда, пятница принимают общественные организации. Спасибо. Спасибо. Я благодарю вас за это интервью. Еще раз напомню, что гостем в студии была начальник отдела защиты прав потребителей Управления Роспотребнадзора по Республике Саха-Якутия Елена Николаевна Лихоманова. На этом мы заканчиваем. Всего доброго. Будьте здоровы.